Музыка Так преосвященнейшего феогноста встречали в храме святого Ануфрия Великого, в старейшем Ванапе. Архиерейский визит по случаю светлой седницы, недели следующей за Пасхой, воскресением Христовым, главным христианским праздником. Центральное событие – Божественная Литургия. В своей проповеди епископ Новороссийский Геленджикский призвал впустить Христа в сердце, тогда в нем не будет места для зла. Привел в пример Серафима Саровского, Сергия Радонежского и других праведников. Воскресение Христова он назвал праздником праздников и торжеством из торжеств, день, когда физическая смерть перестала быть концом бытия. Христом в воскресенье! Праздничество в воскресенье! Вы слышите это в ответ. Праздник вас поздравляю! Благая весть, которую несли апостолы в мир, Андрей Первозванный, на территорию современной России. Здесь ее приняли и сделали неотъемлемой частью культурного и цивилизационного кода. Аксиос! 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 Верюковой, заслуженному врачу России, одному из ведущих экспертов в стране по вопросам санаторно-курортного лечения, вручили медали, посвященные столетию восстановления патриаршества. Это произошло в 1917 году между февральской и октябрьской революциями. После реформ Петра I в церковью управлял синод. Его члены назначались императорами, а руководил собранием государственный чиновник, оберпрокурор. По словам Феогноста, отношения власти и церкви тогда были сложнее, чем принято считать. Сегодня же их можно назвать конструктивными. Сегодня в имени Владимир Владимирович Павловича Полякова сердечно вас поздравит за святым праздником, в исключении Христову, пожелает вам премьерного здания. Хочу поблагодарить вас за ту работу, которую вы проводите, и от наших прихожан. Пожелание помощи Божией – это очень сложный крест. Крест руководителя – это очень сложный крест. Тем более, учитывая, что город-курорт Анапа – это очень привлекательный курорт. Желаю помощи Божией, терпения, силы, чтобы пасхальная радость была, чтобы с радостью трудиться. И понимать, что ты делаешь ради Христа. Люди бывают благодарны, бывают неблагодарны, бывают понимания, бывают непонимания людей. Потом проходит время, говорят, надо же, какой молодец. Мы тогда сразу не поняли, проходит. Но это десятилетия, человека уже нет, он уже ушел. Конечно, кажется, у каждого хочется, чтобы это при жизни, чтобы поддержали те начинания добрые, которые есть. И поэтому и благословляю, и желаю помощи Божьей, терпения, сил, рассудительности. Это для того, чтобы нести это очень высокое, очень ответственное, очень сложное служение руководителя города. В Анапе православная церковь часто становится не только участником, но и организатором социальных, а также культурных проектов. Среди них фестиваль звонарей «Благовест в море», который постепенно становится одной из визитных карточек города-курорта. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!